Донецкая степь К счастью, а на беду, природа наделила этот край не только плодородными почвами, но и богатыми недрами. Их безудержная эксплуатация сделала Донбасс сплошной промышленной зоной. Где теперь полноводные реки и буйная природа? Где свободолюбивые казаки? Что осталось от них? Мужество опускаться в шахты на тысячметровую глубину и даже в отравленные лавы под землей. Но смелость эта уже не удалая, а какая-то бессознательная. Порой и не мужество, а уже наплевательское отношение к своему здоровью и жизни. Машины горноспасателей никого не удивляют на улицах шахтерских городов. Аварии и травматизм неизбежны и спутники горнятского труда уже много лет. Каждый миллион тонн угля, добытого в центральном Донбассе, уносит жизни четырех-пяти шахтеров. Но вот произошла авария, после которой в разной степени пострадало уже около тысячи человек. Может быть пришла пора задуматься, какой же ценой добывается уголь? Город Горловка, как весь Донбасс, насыщен шахтами и химическими заводами. Поэтому склад Горловского химического завода расположен буквально над подземными выработками соседней шахты Александр-Запад. Если из резервуара с химическими жидкостями произошла утечка, жди ее появления в шахте. И вот в августе 1989 года на складе из порыва в турбопроводе утекло в недра почти 40 тонн хлорбензола. А 2 декабря того же года на шахте не выехал на поверхность после смены под землей забойщик Олег Демьянцев. Руководители участка предположили, что он попал в завал, и ему на помощь послали горнорабочих. Под землей их встретил туман ядовитых испарений. Обжигало глаза и тело, было трудно дышать. На подступах к Лаве нашли потерявшего сознание начальника участка. На шахте объявили тревогу и вызвали горноспасателей. Защитные средства годились для работы под землей при пожаре, но спасателям предстояло действовать в отравленной Лаве. К тому же рабочее место пропавшего забойщика находилось в самом ее центре. Около полуночи, двигаясь к нижним уступам Лавы, обнаружили горного мастера Игоря Чеботарева. Он погиб от ожогов. Мог ли вызвать их хлорбензол, о котором специалисты химзавода говорили как о почти безвредном веществе? Очевидно, вместе с ним в шахту проникли более токсичные соединения. Но какие? Ответа на этот вопрос нет и по сей день. Несколько раз горники отказывались опускаться в забои с запахом хлорбензола. Об этом говорит помощник начальника участка Алексей Алферов. То, что каждый день давили на психику, лентяями обзывали, а им надо давать ордена за то, что они работали на таком участке. Давили на них, наказывали, хотели уволить, но не уволили из-за того, что у нас такой участок сложный был. Во-первых, мощность пласта маленькая, во-вторых, обводненный пласт. Этот участок был как наказание. Какой ценой давался уголь? Если бы не было тогда того нажима, значит, и профсоюзы нам тогда не помогали. Обращались ребята, и профсоюзы кругом не помогали нам. Сейчас, да, сейчас нам пошли навстречу, потому что авария свершилась, стали мы все перед фактом. А факт такой, что три человека погибло, двоих не достали с шахты, остались же на глубине 450 метров. Молодые ребята все, посмотрите, 26 лет, 27, 29, ну, до 40. Самый расцвет такой, мы уже инвалиды. Нам не давали слова, прав не было, мы социально не защищены были. После случившегося в декабре шахту законсервировали. Ее горняков перевели на соседние угольные предприятия. А склад остался. Ведь химический завод, Министерство оборонной промышленности, отравивший шахту, существует для важнейшей цели – охраны завоеваний социализма. А для его работников, как всюду, у нас главный план. Ради него химики не считают аварии проливы в землю десятков тонн ядовитых веществ. А гибель по этой причине таких же борющихся за выполнение плана. Но под землей это не в счет. Осуществление особо важных государственных задач не обходится без жертв. Есть и другие способы отравления горняков ради плана. Так происходит на соседней шахте имени Гоевого. Рядом с ней находится коксохимический завод. Поэтому его дым после гашения кокса затягивается вентиляторами в горные выработки через шахтные стволы. Так в забои попадает угарный газ. Тот самый, от удушья которым погибают при пожарах. После трагедии на Александр Западе не прошло полгода. Новое драматическое известие пришло из соседнего Углегорска. А в начале мая того же года снова ЧП в Горловке. Рассказывает командир отделения горноспасателей Евгений Головков. После трагедии на Александр Западе прошло уже более полугода. И сейчас такая же ситуация сложилась у нас на шахтах Углегорска, Калинина и Кондратьевка. В этих шахтах опять прорвался хлорбензол или неизвестное химическое вещество. Горноспасатели были призваны сюда и производили работы по изоляции этих участков. Не дай бог, сейчас случится где-то еще такая же авария. Практически мы не сможем спасти людей, поскольку если мы пойдем туда, мы сами там ляжем. У нас практически нет средств защиты. Евгений Головков стал инвалидом. Такая же участь постигла больше 20 шахтеров и горноспасателей из почти 900 человек, обратившихся в больницу после аварии на Александр Западе. Разливы ядовитых веществ происходили с незаконных тайных свалок Горловского химического завода. Их обнаружили случайно. Завод стал ускоренно наводить порядок в своем опасном хозяйстве. Свалки спешно уничтожили. Но о них напоминают лужи ядовитых веществ, которые уже не принимает земля. Сколько же яда осталось в ее недрах? А рядом действующие шахты. Нет гарантий, что в их забои снова не попадут химические отходы. Ручьи с заводской территории уносят промышленные истоки в местные реки и водоемы. В конце концов, они окажутся в море. Так на примере одного завода продолжается отравление донецкой природы. А сколько таких предприятий в Донбассе? Как это у нас получилось? Превратили некогда цветущий край в зону экологического бедствия. Ради чего? Где наше благосостояние? Вслед за случившимся на Александр Западе и Углегорской в том же районе произошла авария на железнодорожной станции. Из пробитой цистерны с сырьем для химического завода утекло больше 20 тонн метанола. Куда унесли подземные воды эту жидкость? В горные выработки тех же шахт? Безудержная эксплуатация Донбасса особенно проявляется в отношении к шахтерам. Пусть поймут наш очень нелегкий труд. Вы посмотрите, наши деды и прадеды работали на молотке. Как была кайлая лопата, так они и сейчас остались. Людям очень тяжело работать, а никто не понимает. Опускаются на глубину 700-800 метров до 1000. Жара постоянная. Очень жарко. И за свой этот нелегкий труд они получают копейки. До каких пор это будет продолжаться? И за свои вот эти копейки он ничего не может купить себе. Магазины пустые. Только лишь с трибуны слышишь или по газетам, что давайте работать лучше, лучше, лучше. Да сколько же мы можем работать лучше? Что у нас? Вообще все силы вытянуть или что? А наш труд непочетен, не ценен. Только слышишь, что правительство нам дает обещания, ценные указания, бумаги. Сколько работает институтов научно-исследовательских? Ничего, никакой техники почти нет. Ручной труд на шахте процветает. Как процветал, так и никаких у нас нет условий, чтобы мы что-то внедрили. Вот те шахтеры, которые пришли вместе со мной на работу, вот в 54-м аду, в 55-м аду, много пришло ребят с армии. И с этих ребят, вы знаете, уже мы их многих похоронили. Они даже не доживали до пенсии. 50 лет, чтобы умирали. Особенно умирали проходчики. Вот, потому что бурильные молотки новые внедрили какие-то. А еще не внедрили, наверное, не было увлажнений. А вот породная пыль очень вредная. И эти люди, я их видела. Вот мы в тот день с Пансером, когда посещали, они просто задыхались, умирали. Легкие просто цементировались. Сейчас через узкий пролаз глубоко под землей забойщик направится к своему рабочему месту в лаве. Но кинокадры не передадут реальных условий труда шахтеров. Съемки во время работы в лаве невозможны из-за ее запыленности. Хотя 20-е столетие называют веком научно-технического прогресса, донецкий уголь в основном добывают вручную. На шахтах крутого падения в Центральном Донбассе трудно использовать технику из-за наклонного расположения угольных пластов. В самых тонких из них, где лишь 30 сантиметров от кровли до почвы, не только не помещается комбайн, туда не каждый забойщик пролезет. На круто падающих пластах труд забойщика опасен и тем, что углерубы работают над пропастью, куда падает уголь. Опасная профессия шахтера уже не привлекает молодежь, потому что тяжелый труд не компенсируется достаточно высокой оплатой, зато гарантирует потерю здоровья, а порой и жизни. Говорит шахтер Виктор Рудавко. Мы хотим, чтобы наш благородный труд как-то оценивался очень высоко. Между прочим, самая короткая жизнь, товарищи, у шахтеров. Вы посмотрите, что он из себя представляет, когда выезжает на горы. Ему хочется одного – попить воды и сигарету, и быстрее домой, и быстрее увидеть это солнце. Горняк Владимир Рулев. Зарплата, конечно, не такая, как у моего отца было 300 рублей, но он на них жил. А я сейчас на свои 350-400 прожить уже так свободно не могу, как он. Ну, у нас у отца было 4 сына, и каждый пошел своим путем. Один шофер, другой сапожник, третий продавец. Ну, а я шахтер. Тарифная ставка 17 рублей, но живу я хуже их всех. Потому что у них у каждого что-то где-то, но есть. Нас учили 20 лет воровать. Теперь научили, буду 50 лет учить, отучивать, как же все-таки не воровать. А шахтеру воровать нечего. Потому он и живет хуже всех. Пустились очень глубоко, на 1200 метров. Позавчера у нас горного мастера вывезли с горизонта на носилках, сердце прихватило, потому что такую температуру 32 градуса не выдержит. Не каждый организм выдержит. Почему? Потому что, ну, пока молодые, то еще хватает. Как только уже за 40-40 подошло, начинается ощущение, что внутри начинает закипать внутренности. Директор шахты имени Гоевого Анатолий Гончаров. Сегодня нам стыдно, стыдно как инженеру горному, стыдно за инженеров, которые вот на протяжении последних лет, казалось бы, или фактически никаких мер не приняли для того, чтобы можно было заменить этот отбойный молоток, чтобы можно было заменить эту лопату, которой мы сегодня работаем, и работает большинство наших проходчиков. Нам сегодня за это стыдно. В 1975 году на шахту пришли щитовые ареаты. Это единственный просвет в нашей угольной отрасли, когда на смену, в общем-то, отбойному молотку или на смену физическому труду шахтера пришла техника. Но этого сегодня недостаточно. Тяжел труд горняка, а его быт – поселок возле шахты Углегорской. Горловка. Здание неухожено не только снаружи. Сыро в палатах этой лечебницы. Зимой слабое отопление. Случаются перебои с электроснабжением. Но есть шахтерские поселки, где вообще нет женской консультации. И жены горняков вынуждены ехать в город за 10-15 километров. Как бы отнесся ко всему этому самый известный горловчанин Никита Изотов? Он и его последователи верили, что их ударный труд изменит жизнь к лучшему. Так и есть. В сравнении с дореволюционными землянками горняков, эта больница – заметный шаг вперед. Памятник Изотова установлен в 15 минутах езды от нее. Горловка. Какая была прекрасная горловка на то время. Стали строить. 54 – это пятиэтажные здания, трехэтажные. Все здания развалились. Все стоят как будто после войны, после бомбежки. Новое здание требуется не только детской лечебнице. Много жилых домов в Донбассе разрушаются из-за пустот в земле после выемки угля. Но где строить новые микрорайоны? Драгоценную площадь занимают терриконы. Их озеленяют. Но, может быть, лучше свозить породу в многочисленные растущие овраги. А сколько места занимают всевозможные отстойники? Куда сбрасывают свои отходы химические, металлургические и другие заводы? Земля под ними пропитана ядом на тысячу метров. Трудно представить, что на ней когда-нибудь возродится жизнь. Но рано или поздно об этой земле вспомнят. Ведь ее в Донбассе становится все меньше. Стал этот край примером того, как наша большая страна поедает сама себя. Превратить Донецкую землю в чередование лунных ландшафтов с дымными индустриальными пейзажами. Ради чего? В угоду идее, чистоту которой столько лет оберегали железным занавесом? Чтобы он в самом деле был из металла, добывали здесь все больше угля, варили сталь, из нее делали танки и ракеты. Теперь их уничтожают. А сколько труда, пота, крови, потерянных жизней в шахтах у домин и мартенов это стоило? Ушли под землю полноводные реки, сотни тысяч тонн ядовитой пыли выброшены в атмосферу. Так что это за идея, которую воплощали столь непомерной ценой? Вот ее результат. Люди научились быстро привыкать к любой новой катастрофе. И все грядущие поэтому воспримут безропотно. С таким народом не страшна любая беда. Голод, война, разруха. Вытерпим, победим, восстановим. Но просто жить нормальной жизнью, весело и счастливо, разучились. Говорит председатель СТК объединения Артем Уголь Константин Фисенко. Если смотреть на экологию не только узко, как на экологию природы, а как и на экологию человека, то и люди у нас еще, даже те, которые на уровне людей, от которых зависит принятие конкретных решений, еще не готовы и не до конца оценивать сложившуюся ситуацию. Безобидные, на первый взгляд, пруды за городом вмещают яд, которого хватит отравить не один поселок. Это и происходит незримо. Ведь здесь под землей находятся водорослимирующие реки бассейна Северского Донца, несущие питьевую воду всему региону. Сколько же фенола, кризола, формальдегида, хлорбензола впитали они в себя за все годы индустриализации, ударных пятилеток и предпраздничных трудовых вахт. Пока мы боролись за план, строили общество равных возможностей, произошла трагедия Орала. А теперь погибает Азовское море, куда попадают промышленные истоки со всего Донбасса. Кроме прочих бед, не стало в нем рыбы, которые раньше здесь ловили в 25 раз больше, чем в Черном море. Говорит Константин Фисенко. Всякое движение, которое возникло, пусть даже и шахтерское, оно тогда только имеет право что-то сделать или возможно что-то сделать, когда есть внутренний рост. То есть требования были, протоколы требований были, улучшить собственно жизнь, жизнь улучшается. Продолжаем требовать, продолжаем, так сказать, вроде бы тот же метод, забастовка, там, митинг, голодовка может быть и все. По сути дела, застой. Ведь они, по сути дела, в тупиковой ситуации. Сейчас нужно думать о каких-то механизмах, так сказать, реанимации вообще всей жизни у нас в стране. Эта старая система, она уже в этих условиях создавшееся ничего не даст. Эти требования на уровне требований и остались, тоже ничего не дают. И в этом застой, в этом неверие, в принципе. Очень даже обидно становится за шахтеров, тогда, когда он отработал свои года, вышел на пенсию и обязан работать после этой пенсии, чтобы как-то просуществовать. Это обидно до глубины души, потому что он себя, своей пенсией не может ни себя не прокормить, но себя там кое-как-то бедно. Свою семью он не может содержать. Аварийность в шахтах, низкая оплата труда горняков, катастрофическое состояние экологии, недостаток продовольствия и жилья, все это вызвало забастовку шахтеров летом 1989 года. Их требования включали сотни пунктов, но прошел год, а выполнены немногие, и снова состоялись митинги. Но люди уже не верят в перемены, они устали их ждать. Каждый день несет новый дефицит. Сегодня в магазинах уже нет сигарет, а что исчезнет с прилавков завтра? Говорит директор по производству объединения Артем Уголь Николай Тимченко. Отсутствие самостоятельности, неверные цены на уголь, сверхцентрализация привела к тому, что проблемы, которые накапливались, не могли быть разрешены на местах, и практически они мало решались сверху. Это и характеризует ту систему, которая сложилась. Для того, чтобы по достоинству наши шахтеры жили, необходимы те проблемы, которые, как говорится, по плечу им решать, они должны решаться на местах, и то, что необходимо делать центральным органам, они должны это осуществить. В принципе, перспективы всего этого рабочего движения, они могут быть только тогда, когда рабочее движение от деструкции, собственно, от того, от нападок, от выступления о том, что так жить нельзя, перейдет к конструкциям. Если сами слабоваты в этом плане, что-то конструктивное, как поменять эту жизнь, как сделать ее лучше, сами слабы это решить, значит, надежда нужна на какие-то конкретные лица, найти эти лица. Своей силой, может, своим давлением провести их в Советы. Практически советская власть должна решать, как изменять эту жизнь. Поэтому, если рабочее движение, в принципе, найдет, так сказать, людей, которые способны внести сюда конструктивные, нормальные мысли, которые, так сказать, приведут к реальным изменениям в этой жизни, тогда перспектива есть. В этом, в общем-то, надежда. Ну, нужно оказать давление, поддержку, в принципе, внедрить этих людей в Советы, но таких способных решать все эти дела. И тогда Советы в состоянии, на местном уровне, изменить здесь, в общем-то, жизнь. То есть, людям, в общем-то, нужны простые варианты. Нормальная работа, нормальная жизнь, нормальное обеспечение. Все остальное, практически, большая политика, не должна интересовать всех. А мы сейчас на таком уровне, что мы все политиками стали. Это ненормально, неестественно. Мы не можем быть все политиками, экономистами. То есть, этим должны заниматься люди, имеющие к этому, так сказать, таланты, способности. А мы должны просто оценить их таланты и способности по тому уровню жизни, как мы живем. А наш советский человек стоит в очереди к единственному на весь поселок водопроводному крану. О чем думают дети в очереди за питьевой водой? Неужели о преимуществах социализма? Надо спасать этих людей и всех нас от безудержной погони завалом, от бесчисленных лозунгов, за которыми просмотрели нормальную человеческую жизнь. Будущее должно принадлежать этим ребятам, растущим среди отравляемой природы. Даже их играми копируют действительность. Так есть ли будущее у людей, имевших несчастье родиться на этой земле в наш век? У горняков, погибших на Александр Западе, остались дети. И надо сделать все, чтобы их судьба была другой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok